Друзья, всем под культ привет! Я на рабочем месте нахожусь в Адовейском Государственном Университете на конференции «Игры, графы и модели». Самой крутой очной конференции, которая вообще, наверное, в этом году, в Астровом. Где его произошла? Все еще там от Хаида приходят в себя. А мы уже очень собираемся со всей России и даже за ее пределами. Если вы хотите присоединиться к конференции, то есть ссылка, по которой можно смотреть, как мы тут занимаемся. То есть для тех, кто далеко от нас, тоже есть такая возможность присоединиться. Внизу, в описании будет. Так, следующая новость состоит в том, что у нас появилась студия. Да, студия была у нас вместе с Егоремом, там был на Савеловском. Теперь студия будет в Исмайлово. Егор отъехал, к сожалению, моему великому. Так что теперь я сам буду пытаться как-то не обессудьте на качество, там, звука и так далее. Некоторое время не надо даже внимания обращать. Это все будет очень плохое, пока мне не придут и не настроят его. Уже появился волонтер, спасибо ему, зовут Григорий, который готов настроить. Но, тем не менее, в любом случае, имейте в виду, что теперь в основном буду заниматься этим я. Вот, значит, по поводу этой студии у меня есть обращение к тем моим подписчикам, у кого в наше сложное время есть какие-то лишние деньги. Студия стоит довольно много, как месяц. В общем, желательно, конечно, нам довести наш бустик до 50 тысяч в месяц. Это, например, такая вот цель, да, вот если у нас бустик будет доведен до 50 тысяч в месяц, я буду жить и работать спокойно. Ну, и вы все тоже будете получать, соответственно, весь материал. На канале все будет публиковаться, все будет происходить. Патреон ушел из России, поэтому я приглашаю всех именно на бустик. Вот здесь в описании ссылка, куда надо подписаться. Огромное спасибо за любые ежемесячные пожертвования, которые вы можете сделать. Дальше. Летом я объявлял, что наша суперкоманда заняла второе место на международной материнской олимпиаде. Ну, заняла бы, если бы Россию. Если бы можно было выступать под нашим флагом. И у нас есть абсолютная победительница Галия Шеклебдинова. Так вот, я приглашаю на нее на канал приехать и рассказать, например, про любимые олимпиадные задачи. Или вообще про то, как она шла к этому высочайшему достижению 42 и 41. Я не знаю, где она сейчас учится, где она сейчас находится. Кто знает, пожалуйста, передайте мои приглашения. Галия Я приглашаю на канал. Можно даже показать этот видео. Так, следующее. Школково приглашает. Школково, где я работаю с советником руководителя проекта Максима Коваля. Делает сразу два подарка. Во-первых, дарит учителям доступ ко всем материалам. Смэ по ссылке. Вот здесь вот, что надо сделать. То есть вы доказываете, что вы учитель. После чего получаете бесплатный доступ ко всему, что они делают. Там еще телеграмм ЧА, учителей есть. В общем, много чего интересного. Подключайтесь. Это тоже часть нашего движения. Движение учителей России. Родная школа. Ну, не знаю, согласится ли Макс, что он часть движения Родная школа. Но в любом случае, вот я приглашаю всех сюда. По крайней мере, информацию, которую я для учителей буду давать, я думаю, Макс будет тоже для тех, кто у него подписан, распространять. Так, кроме того, Школково прямо сейчас, вот сейчас мы опубликуем эти новости. Я постараюсь это сделать как можно скорее. Как только интернет позволит, они окажутся на канале. И сегодня, 12 октября, надеюсь, что это произойдет сейчас, сегодня, 12 октября, в 4 часа дня, начинается серия вебинаров. Первый вебинар из серии подготовка к Олимпиадам, прокачка, значит, к Олимпиадам. Вот Дима Белова, тоже Школкова. Распространяйте всем интенсив, это бесплатный. Вот здесь вот в интернете указано, как присоединится. Извините, в описании к новостям. Так, Москва, звонят колоколам. Итак, после полутора месяцев непрерывной поездки по городам России, следующую неделю я проведу в Москве. И не просто так, а очень плодотворно. А именно, 17 октября Москва, МЭИ, Московский энергетический институт. Начало в 17... Так, поправку, в 17.30 или в 17.15. Начало в 17.30. Теория игрового круга нас. Обязательная регистрация до 14 октября. По ссылке в описании. В 18 октября МИФИ. Топология для самых маленьких. Про правильные многограмметы. Здесь начало в 18.00. А регистрация до 13 октября. Потому что в МИФИ какой-то суперсложный проходной режим. Соответственно, в МИФИ регистрируйтесь до 13 октября. В МЭИ до 14.00. Лекция в МИИ 17.00. Лекция в МИФИ 18.00. И, наконец, 20 октября Москва. В московской новой книге. Презентация нашей новой книги. Про механизмы. Наши эсфилатовы. Мы будем вместе. И я, эсфилатов там. Приходите все. И мы, соответственно, мы ее там. Лекцию прощем. И потом, соответственно, издательство АСТ. Будет эти книги нам продавать. А мы подписывать. Вот так вот. Так, это Москва. Да, новость от Сергея Полоскова. Затмение. Солнечное затмение. На 71%. В городе Москва. Оно стоит с 25 октября. Начнется с 12.25. В середине в 13.39. Полная фаза. Ну, в смысле, 71% фаза. И 14.1 закончится. Сергей советует всем закупиться сварочной маской. Чтобы руки были свободны. И камеры обстроились в двух листов. Ну, в смысле, сделать ее. Я даже не знаю, что это такое. Потому что я дебил в технике. Ну, в общем, я буду в Москве. Между прочим, на этот день. Так что смогу тоже наблюдать. Следующая новость. Снова для учителей. И для всех, кто неравнодушен к судьбе нашей родной школы. Мы проводим всероссийский опрос учителей. Я и мы, собратья родной школы, объявляем общую образовательную мобилизацию. Все на заполнение наших анкет. Вся информация вот здесь. Как это делать? Нужно стать аудитором родной школы. Заинвестировавшись на сайте. И запросить некоторое количество одноразовых ссылок для ведения опросов. В общем, все подобности вот здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь и проводите опросы в ваших школах. Каждый, кто имеет доступ в хоть какой-то школе в России. Пожалуйста, попробуйте раздать учителям все. Как можно больше в количестве этих школы, чтобы у нас была информация о том, что на самом деле происходит. Go сюда! Так. Еще раз напоминаю иногда, что у нас в сентябре, да, у меня вышли все две книги. Здесь куча указаний, где их убить. Это вот Саша Килатовова книга и с Николаем Казимировым введение в настоящую математику с редакцией от Михаила Бочкарева. Вот тут вот, соответственно, вся информация об этих книгах. Так. Марафон. Это просто я хвастаюсь. Я впервые в жизни пробежал полный марафон за 4.46.46. Тут описание в отчете чуть-чуть неприличный отчет, но очень веселый. Так, значит, про Майкоп сказал, про Москву сказал. Дальше будет у нас набережные члены 26 октября, 27 октября в Сарске вторые школы, от Еленской школы встречи. 31 октября и 1 ноября я в Санкт-Петербурге. Подробности будут в контакте. 8 ноября выступаю на семинаре Ценим в Москве. 10 ноября выступаю в Анхангельске целых три выступления. 14 ноября Тула, 17 ноября Полоцк, 21-24 ноября мы будем с семьей в Сириусе. Кавказская смена, но там, понятно, внешне нельзя произойти. 30 ноября, 1-2 декабря Экономикон Адыгейского госуниверситета снова вот здесь. Это мое личное детище, я его организую. И в Читай-городе Майкопа 1 декабря будет презентация книги нашей. Кстати, в Питере она тоже будет. 31 октября презентация книги. 8 декабря Воронеж в Камортехластыре, я не помню где. В общем, 8 декабря Воронеж. 9 декабря временар Василия Ландрова на всю Россию, значит, буду выступать. 20-21 декабря Казани на бережной Челны вновь. Пока про каждое из этих событий ниже к делу будет информация в контакте. Следите за новостями, чтобы не пропустить. Ну и дальше последнее, что я хочу сказать, что вышла куча совершенно огненных интервью. Выступление в Госдуме, подкаст с Ординым, доктори народной школы, выступашки. Мое ущерпывающее интервью вокруг, тоже школьной темы. Ролик на РБК с Юрием Хаванским, выжившим из тюрьмы. С Игорем Шнуленко, радиоспутник. Аудио статьи и наша замечательная учительница Татьяна Анатольевна Чемокова, которая выпустила светочку. Дала интервью. Миша Бартанова, я тоже присутствовал. Вот. Значит, смотрите все эти интервью. Можете до Нового года все смотреть. Если кто-то все это и смотрит, по ссылке еще миллион. Всего уже просто даже не перечисляем. А пока маткульт-привет из города Майкл, республика Адыгея. Хе-хе.